Не заметить памятник погибшим воинам в селе Круглово до недавнего времени было невозможно. Мемориал, да полуразрушенная церковь. Вот, собственно, и все достопримечательности села, которому без малого 800 лет. Но на этой неделе памятник, расположенный прямо на въезде в село, вдруг пропал. Я чуть с мотоцикла не слетела. Меня муж вез домой. И вдруг я вижу, что памятника нет. У меня сразу мысль, что это сделала администрация. На поиски бросились всем селом. В канаве за дорогой людям удалось обнаружить все, что осталось от памятника вечной славы. Несколько кусков разбитых мраморных досок. Из 161-й увековеченной фамилии на кусках уцелело чуть более десятка. На одном из них угадывается фамилия французов. Оказывается, именно в Круглово родился отец всемирно известного художника, погибший на войне. Я прибежал сюда и увидел обломки плит. Вот эти расколотые мраморные плиты. Понимаете, я их собрал. Жители уверены, как-то вандализма приложила руку местная администрация. Ведь еще в прошлом году глава сельского поселения приезжал к ним и говорил, что памятник надо бы заменить. Вскоре на место событий прибыл и сам сельский мэр, который признал. Именно он выделил трактор для сноса мемориала. Инна Борисовна, вы мне скажите, пожалуйста, вот этот вот памятник кто снес? Ну, вы присылали трактор чистить пруд. Чистить пруд. Потом жители с того конца решили снести его трактором, чтобы руками не убирать. Как сообщил нам глава, на этом месте уже через месяц появится новый мемориал. Памятник, данный памятник, снесла не администрация муниципального обзора Сергеихинской, а по нашей договоренности с жителями, сами жители, те жители, которые хотят, чтобы у них было хорошо и красиво. Так вот, этот памятник снесли именно сами жители. А по нашей с ними договоренности, они чистят площадку для установки нового памятника, который мы планируем установить к 22 июня. Некоторые жители считают случившееся самоуправством. Ведь прежде чем ломать старый памятник, можно было сначала заказать новый. Я вот говорю, что вы лгун. Почему? Потому что ни за необъявления никто не пришел, никто не сказал. Вы даже не посоветовались, что мы хотим, что мы не хотим. Вы просто решили, что надо снести. Вы могли бы хотя бы сохранить мраморные плиты, но вы даже этого не сделали. Вы просто их разрушили, варварски разрушили. Разрушить разрушили, а кто восстанавливать будет? По словам главы сельского поселения, новый памятник уже заказан в мастерской. Вот только бюджетных денег на него выделено крохи. А потому на 50 тысяч рублей местные власти заказали только сам мемориал. Без единой фамилии на памятной доске. Сказали следующее, что за 50 тысяч мы вам поставим простой памятник, а для того, чтобы на этом памятнике были имена, необходимо еще 70 тысяч. Мы согласны, его надо поставить. Но имена там должны быть. Имена, потому что это не просто так. Если мы забыли имя, мы потеряли память о прошлом. В ответ на это глава лишь разводит руками. Хотите памятник с фамилиями – платите деньги. Так, мол, придумала губернатор Орлова. Когда жители хотят, чтобы у них было что-то хорошо и красиво, они собирают деньги. Никто их не вправе заставить это делать. Есть определенная процедура. Если жители хотят что-то сделать больше, красивее, они вправе собрать деньги. И по областной программе мы эти деньги можем удвоить. Вот спасибо Светлане Юрьевне, она такую программу создала. Но люди не торопятся сдавать свои кровные. К тому же, далеко не у всех из 161 погибшего воина в селе остались родственники. Сегодня здесь всего-то прописано 23 человека. Или увыковечивать память будут лишь тех, у кого есть деньги. Не верят жители, что Светлана Орлова придумала такую программу. И уже сочиняют письмо Владимиру Путину. Впрочем, у местной власти еще есть время исправить свои ошибки. Обязательно надо памятник восстановить, все надписи восстановить и ходить, и низко поклоняться. Евгений Луктенов, Александр Мажаров, 6 канал.